Новые подробности происшествия на улице Мухина в Хабаровске. В квартире, в которой произошел хлопок газа, был обнаружен труп женщины. Как выяснилось, она скончалась задолго до ЧП. Напомню, ранее с ожогами во вторую краевую больницу был доставлен хозяин квартиры. Сколько дней пострадавший прожил рядом с трупом и почему произошел взрыв, расскажет Михаил Дедух. Хлопок газа произошел в центре Хабаровска на Мухина, 11, Международный женский день. Жителям злополучного подъезда явно было не до праздника. Они встречали его в 8 утра на улице. Спасатели тем временем обследовали квартиру. Стекла вылетели только из кухни. Повреждений несущих конструкций не обнаружили. Зато нашли пострадавшего хозяина и труп 91-летней женщины, которая по характерным признакам умерла далеко не в день ЧП. Уже от милиции слышали, что бабушка мертвая уже была неделю, как там лежала, разложившаяся немножко. Не ходили к ним же, вообще никто там не ходил. Мы вообще не знали, не видели, никто там живет. Следственный комитет начал проверку по факту хлопка газа и найденного тела. Внешних признаков насильственной смерти при осмотре специалисты не нашли. В причинах инцидента сейчас разбираются судмедэксперты. Сын 91-летней покойной женщины оказался в реанимации 2-й краевой больницы Хабаровска с ожогами дыхательных путей. Поражено 15% кожи рук и лица. Ему оказывают помощь. Врачи дают благоприятные прогнозы для жизни. Но сейчас больше вопросов вызывает другое. Почему в квартире, где взорвался газ, находился труп? И как долго 57-летний мужчина с ним жил? Он, в принципе, с убеждением так и сказал. Ну что, да, мама умерла, ну, две недели назад. А почему не похоронили? Ну, я извиняюсь, мы уже как бы лезем, наверное, не в свое дело. Почему не похоронили? Он другие похоронит. Сам пострадавший с нами говорить отказался. Врачи отмечают его агрессивность и раздражительность. Такое бывает при абстинентном синдроме. То есть ломке. От какой утраты больше сейчас страдает мужчина, будут выяснять другие врачи. А его халатность по отношению к трупу матери уголовным кодексом не предусмотрена. После того, как пациент покинет реанимационное отделение, врачи начнут наблюдение за его поведением. Пока нескольких симптомов недостаточно, чтобы сделать вывод о том, что ему требуется дополнительная помощь. Помощь психиатра. Михаил Дидух, Илья Цапов, Вести, Хабаровск.